итак ладно небольшой перерыв заканчиваем и идем дальше день революции мы как всегда заняты поэтому давайте сначала займемся сайдами а потом уже пойдем по основным сюжетным моментом и так мой лучший друг пропал мой лучший друг джесси оставил записку и ушел пока насколько я понимаю ему не угрожает какая-либо опасность но я все равно хочу с ним еще раз поговорить лично не могли бы вы помочь мне с поисками я буду ждать в своем доме в старом городе реймонд отлично как мы и говорили ранее квест с реймондом так я все еще ощущаю запах чего-то воздухе думаю стоит посмотреть другие доски с объявлением но и расов да мы видели как он уходят вчера о ван сан ты все-таки пришел ну я подумал что пак по крайней мере стоит выслушать тебе я слышал судя по тому что я прочел похоже джейси куда-то пропал что жил тут с тобой до ван сан а ты с ним знаком или как ну все-таки моя база тут находится недалеко поэтому время от времени я с ним говорил ну и ранее он даже обращался ко мне с запросом вот как я даже не знал итак когда именно джейси пропал ну с самого утра его не видно однако на столе в его комнате я нашел вот эту записку простите что я так внезапно покидаю этот дом просто когда я с вами двумя я понимаю что слишком сильно завишу от вас спасибо за все вы можете делать все все что захотите с моими вещами что остались я знаю что некрасиво так все оставлять но полагаясь на вас понятно но исходя из того что он пишет это действительно была такая неожиданная такое неожиданное решение да он никогда не говорил нам о том что собирается покинуть дом или что-то подобное в прошлом но вообще-то я джесси и моя сестра прошлым вечером ужинали все втроем а ничего необычного не случилось за это время необычного ну если так подумать то его разговор с моей сестрой казался каким-то странным а еще тут один случай мне вспомнился рассказывай ну это случилось три дня назад а ну три дня назад это как раз когда мы видели его вечером вместе с сестрой рэмонда я собирался отправиться на риверсайд чтобы послушать живое выступление джесси однако когда поднялся занавес и шоу должно было начаться он не появился и выступление отменили отмена последнюю минуту концерта да это точно необычно да такое вообще ни разу не было с ним но на следующий день когда я спросил его что случилось почему-то не пришел он не ответил мне ну и поскольку после этого он вроде вел себя более-менее нормально я не стал давить на него больше дальше а затем сегодня утром он пропал ну исходя из того что я слышал но у меня нету мысли о том что он связался с чем-то нелегальным да я понимаю но мне серьезно не хочется обращаться в гилдию сегодня я отпросился со своей подработкой чтобы искать его я обошел все места где обычно джесси бывает но я нигде не смог его найти вот теперь я беспокоюсь и в результате решил обратиться с запросом с приганом то есть к вам вам сам хорошо я понял обстоятельства ну тогда что скажете вы возьметесь за мой запрос ну ребят возьмемся же да хорошо я возьмусь слава богу спасибо кстати а ты и джесси из одного города да да мы друзья детства из анкервилля когда джесси сделал свой дебют как про мы с сестрой приехали вместе с ним в столицу мы хотели быть вместе как это было у нас еще и мы хотели быть все вместе как были в деревне хм твоя сестра кэрол верно она не помогает в поисках джесси ну я попросил ее но по какой-то причине она была не очень сговорчивой но сегодня она по идее работает как обычно в бутике в районе сейдан возможно между джесси моей сестрой что-то случилось но к сожалению я понятия не имею что ну ладно думаю нам стоит с этого начать есть еще кто-нибудь из ваших общих знакомых с джесси а то есть м и и с и и и и и а и и и и и и и Джейси еще. Хотя я не знаю, как с ним связаться. А вот его сестра вполне понятно. Ладно, остальное предоставь нам. Мы обязательно оправдаем ваши ожидания. Так что ждите здесь. Ну, простите, что нагружаю вас и полагаюсь на вас. Ладно, давай сначала встретимся с сестрой Реймонда, в смысле. Сестрой Реймонда. Кэррол. Да, она, по идее, в бутике Элланд в районе Сейдан. Да. Как вы думаете, что Джейси сделал? Куда он ушел? Так, Сейдан. Так, секунду. Тут у нас ачивка, вижу. Переехал к любовнику или к Вану. К Вану нет, точно. А вот и она. А, а ты из офиса решения проблем, да? Ван Аркрайт. Твой брат попросил меня найти Джейси. Ты поможешь нам? Есть какая-нибудь информация? Ну, я... Ну, похоже, между тобой и Джейси что-то случилось, да? Я уверен, что есть вещи, которые ты не можешь сказать или которые ты не хочешь рассказывать. Но ты ведь понимаешь, что Рэймонд все-таки сильно беспокоится о Джейси. Он даже отпросился со своей подработки чтобы разыскать его. И он настолько твердо решил найти его что даже обратился ко мне. Пожалуйста, не могли бы вы помочь нам? Ну... Я действительно кое-что знаю, но... Я бы сказать, я как бы тоже беспокоюсь о Джейси. Ладно. Если вы не против выслушать меня, то я расскажу. Вы сильно поможете. Мы слышали, что выступление Джейси было внезапно отменено три дня назад. Вам известно почему? Да. Нет смысла скрывать это. Тут я виновата. виновата. Мм? Прямо перед тем, как Джейси должен был отправиться на концерт, я кое-что случайно сказал. что будет что будет с нами дальше? И Джейси ответил ничего не изменится если если вы ребята останетесь прежними. вот что он сказал. Но это были не совсем те слова, которые я хотела услышать. поэтому я ответила ему. Будет очень трудно сохранить наши отношения такими, какими они были. После того, как я сказал это, Джейси задумался на мгновение прежде, чем покачать головой. при этом он имел довольно болезненное выражение лица. Я не хочу разрушать те отношения, которые у нас есть сейчас. ты не знаешь, что чувствую и я, и что чувствует Реймонд. Когда он это говорил, его голос дрожал. Но я понимаю. По крайней мере, я понимаю, что чувствует Джейси. И зная это, я просто не могла удержаться. Ну и тогда я и Джейси. Что вы с Джейси? Ладно, думаю, тут можешь остановиться. Простите, просто сейчас я чувствую себя очень подавленный. как бы то не было, я не думаю, что смогу посмотреть ему в лицо сейчас. Я понимаю. думаю, ты действительно хорошо постаралась передать ему все свои чувства. Понятно. Значит, она испытывает определенные чувства к Джейси. но вот сам Джейси и скорее всего Кэролл это заметила. но вот что я не понимаю это что она имела ввиду сказав чувства Реймонда. ну ребят есть предположение, да? кстати, ты случаем не знаешь как мы можем связаться с менеджером Джейси? Если да, то расскажи. Да, конечно, я не против. Так, Кэролла рассказала Вану и Джудит, как они могут связаться с Джейси. после чего они договорились с менеджером Джейси встретиться на террасе перед вокзалом. Ну что ж, тогда пошли. Поняла. Нам нужно на террасу перед вокзалом станции. поздороваться. Так. Ммм. Блин. Кафе или... Универмаги. Я не помню, где там терраса находится. Вроде бы на последнем этапе. Точнее, на крыше универмага. Ну, кстати. Оу, ребят! Новое оружие! Надо закупиться. Сначала для основных персонажей, которые я использую в бою. Стоп! А деньги кончились? Нееет, я нищеброд! Бюджета нема. Все нормально, как минимум. Так, еще Котру нужно. На старую хилер, типа. Ну, все. Ну, по идее, мы можем продать мусор. Старое оружие. Все равно нам не нужно. Как и старые броньки. А вот это я еще оставлю. Ой, вот с кольцами самая большая жопа. Они могут пригодиться когда-нибудь, а могут никогда. Потому что, если вдруг мы столкнемся с каким-нибудь боссом, который, я не знаю, там, всегда парализовывает, то лучше все-таки перезагрузиться, надеть нужные аксессуары, что имеет сопротивление к парализу, и идти на него. Ладно, с этим потом разберемся. Мне сейчас лень. Так, и с этим тоже. Так, ну, по идее, мы можем продать материалы, не нужные. Хотя не то, что их много. А, вот, я могу продать бутылки, которые повышают, например, хп плюс 20. Ну, слушайте, у нас с уровнем и так все хорошо по этому. Поэтому, я думаю, эти бутылки нам не нужны. Верно? Ладно, пока что оставим. Если кто-то хочет сейчас спросить, почему я до сих пор не использовал ни одну бутылку. Потому что, кто знает, что нас ждет впереди, и лучше это ставить на черный день. Но этот черный день, конечно, может не наступить. Но, кто знает, финальный босс нас может удивить. И там придется использовать все, что у нас есть. Поэтому спешить, наверное, не стоит. здесь, вот так вот, что у нас не будут так, что мы убираем. Да, у нас нет. Вот так вот, чтобы это было чтобы все-таки ударнуть. Потому что, что у нас есть. Когда мы ищем не станете, что мы тут не будем. Так, ну, на броньки. Ну, статы ничего так. Лучше посмотреть их в других местах. Так, смотри в конце. Ну, дай раз. Поэтому я все-таки не буду их продавать. Ладно. О, ребят, подарок для ресет. Внезапно. Так. Ориан Эйрингс. Серьги. Держи, Няша. Держи, Няша. Держи, Няша. Ну, Астри, если хочешь, я могу почаще умирать на боссах. Но это будет не случайная смерть, а специальная. Так, стоп. Я все-таки пришел не туда. Думал, имеется в виду сюда, на крыше. Ладно. Крыш нет. Халтура не считается. Ну, я ж никому не скажу. Ммм, точно. Вот она. Забыл про это место. Стоп. Это она? А вы менеджер Джесси? Да, это я. Ну, господи, Джесси, что ты творишь? Сбежал из дома, даже не сказав об этом своим соседям по комнате. Вы что-нибудь об этом слышали? Ну, мы как раз обсуждали будущее Джесси, как артиста. Я думаю, вы слышали об этом, но Джесси не появлялся на своем выступлении 3 дня назад. Ну, и как его менеджер, я, конечно, была... Как это сказать? И, само собой, как у его менеджера, у меня были проблемы из-за этого. И когда я его спросил, что случилось, он сказал, что... Не мог это... Нет. Что он не мог продолжать в том же духе. Не мог продолжать. Да, он сказал что-то о том, что хочет изменить обстановку или что-то подобное. Ну, похоже, он... Искал какую-то другую работу в другом месте. Причем желательно за пределами страны. За границей. Он решил устроить самому себе довольно серьезный вызов. Ну, я смогла его остановить. Но пока что... Все-таки у него сейчас критический момент. И я также попытался дать ему понять, что если он будет пытаться убежать от реальности, уехав за границу, он никогда не добьется успеха. Однако он сказал... Да ладно, все нормально. Я просто... Отойду от дел, выйду на пенсию. То есть он готов все выбросить, да? Ну, как будто не было. Я еще не перестал работать с ним. Однако, когда он соберется покинуть столицу, ему в первую очередь придется сначала связаться со мной. Учитывая это, можно с уверенностью сказать, что Джесси все еще где-то выйдете. Понятно. Ну, это... Хорошая информация, спасибо. Да, кстати, мы бы хотели бы спросить, есть ли еще люди, с которыми Джесси был в хороших отношениях. Но он был скрытный парень. Так что я мало что знаю о его личной жизни. Однако он как-то упомянул, что недавно помогал каким-то идолам с песней. И учитывая, что это идолы, то единственные идолы, с которыми он может быть знаком, это... Салия и Лулуа. Спасибо за помощь. Я знаю этих двоих. Так что, думаю, стоит послушать, что они могут рассказать. Ну, в данный момент они, по идее, должны быть... На концерте. В том же месте, где раньше Джесси выступал. Блю Скор на Риверсейде. О, понятно. Ну что ж, вы сильно помогли. Спасибо. Если это поможет вернуть Джесси... То не за что благодарить. Как бы то ни было, я полагаюсь на вас. Ну что ж, тогда пойдем поговорим с этими идолами. Да? На Риверсейд. Какие люди. На вербу люди. И бой. Привет. Так. Ну, рад, что с тобой все хорошо. И видеть тебя здесь. Где пропадал-то? Совсем забил на нас. А, там что-то есть. Синие. Воу-воу-воу. Так, сюда. Эй, а вокал где? Я не слышу вокала. Эй, да кому нужны эти школьники? Идолы важнее. Так. Эти двое идолов. Возможно, что-то знают о Джесси. Подождите, пока у них будет перерыв. Ну, да. Ну, если эти школьники не уйдут, то сейчас попробуем пообщаться. Дай ему. Вдруг что-то интересное. О, сприган сам. Ты пришел посмотреть на нас. Ну, выступление действительно было отличное. Извините, что прерываю ваш перерыв, но я бы хотел бы кое-чем спросить. Так, Ван объяснил им двоим ситуацию с Джесси. Джесси-сан. Понятно. Ну, кстати говоря, сегодня утром он был довольно подавленным. Утром. Сегодня. Так, стоп, подождите. Где вы его видели? Ну, мы его видели сегодня в районе Тирель, в магазине Brothers. Мы как раз пошли туда, для того, чтобы арендовать оборудование для сегодняшнего выступления. Ну, и случайно встретили Джесси. Который, как раз, говорил с владельцем магазина. Ну, похоже, что Джесси-сан является постоянным клиентом этого магазина. Ну, кстати, вспоминая, учитывая, как он попрощался с нами, это действительно было похоже на то, будто он покидает столицу. О чем вы говорили с Джесси-сан? Ну, мы сказали ему, что скоро у нас выступление, и он ответил, что будет болеть за нас. Мы хотели, чтобы Джесси пришел, посмотрел, поэтому мы пригласили его. Но он отказался, потому что ему нужно было выполнить что-то. Ну, он рассказал, что собирается отправляться за городом, чтобы прогуляться и посмотреть свои любимые цветы. Любимые цветы. Может быть, Рэймонд что-то знает об этом? Ну, в конце концов, он же работает в цветочном магазине, так что, да. Ну что ж, спасибо за сотрудничество. Вы обе очень помогли. Да не, ничего такого. Пожалуйста, помогите Джесси, если у него проблемы. Ну что ж, тогда вернемся обратно к Рэймонду. Да. Заодно расскажем все, что узнали к данному моменту. Жаль, что нельзя Элэйн еще взять с собой. Хотя ладно, она все-таки не в офисе решения проблем. Ну, а было бы забавно, если бы все-таки дали такую возможность взять кого-нибудь. О, господи, если бы они дали возможность взять Лукрецию или Волка. Это было бы вообще просто огонь. Как вы себе представите. Ой, блин, или Шизуну. Так, ладно, давайте посмотрим, что эти ребята нам скажут. Так, это у нас Лай... Лайер. Лайн. Ничего себе! Живое выступление лучше, чем... Все, что я видел до сих пор. Ну, ребят, надеюсь, вы довольны. Очень много фраз он сказал. О! Это у нас Юлиан. Хм. Понятно, значит, вот что такое Едола. Тут довольно... Жарко. Наверное, все-таки я... Возможно, это было правильным решением пойти с... Лайланд. Да-да. Ну, типа, все. Так, ладно, идем в старом городе. Так, а что там в чате? Привет, Джон на Ютубе. Так, ночь. Ну, пи-бой, это уже оправдание все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джесси сказал, что... Кидает город, чтобы увидеть свои любимые цветы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть какие-нибудь мысли? Ну, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорее всего, цветы, о котором он говорит, это... Широ Маргаретто. То есть, белые маргариты. Маргариты. Ммм, это довольно редкие цветы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, да, но... В нашем родном городе, Анкровилле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они повсюду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, моя сестра и он всегда любили эти цветы, поэтому мы втроем часто ходили в местах, где они росли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однако, вот в столице ты можешь найти только искусственно посаженные цветы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, а сами по себе они не растут как-то. Понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да уж, существует так много различных видов цветов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть ли какая-то конкретная причина, почему вам так нравятся эти белые маргареты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, они красивые. И у них прекрасный запах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, по какой-то причине всем троим нам нравятся вот эти цветы, язык этих цветов. Это цветы, что олицетворяет скрытую любовь, разве это не звучит поэтично? Хм, ну теперь, когда ты об этом сказал, да. О как. Думаю, теперь понятно, что... Нет, думаю, теперь понятна причина, почему вам нравятся эти цветы. Однако, означает ли это, что у каждого из вас есть своя скрытая любовь? Ну, хз. Так. Ну, Джесси у нас все-таки артист, он очень чувствительный человек. Ну, характер моей старшей сестры очень простой в понимании. Однако, теперь, когда вы упомянули об этом... Я действительно думаю, что моя сестра скрывает свои истинные чувства. Понятно. Да, кстати. Мы хотели еще кое-что спросить. Эээ, что же. Ван поверхностно объяснил то, что рассказала Кэррол ему, не вдаваясь в детали. Будет трудно продолжать наши отношения в прежнем виде. Такое, что сказала моя сестра. Да, хотя ей было довольно трудно и потребовалось смелость, чтобы признаться в этом. И я как Джесси ответил. Ну, Джесси сказал, что я не хочу разрушать нынешние отношения. Понятно. Это объясняет, почему он считал, что все не может оставаться как есть. Я понимаю, что он просто хочет, чтобы моя сестра была счастлива. Скрытая любовь. Да? А что насчет тебя? Ты ничего не говорил. А что, я? Господи, Ван Сан, вы что такое говорите? Стоп, 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 стоп. Субтитры сделал DimaTorzok Да, мы не слышали о тебе ничего. Все нормально. Ну ладно. Оказалось. А Ван Сан, это не очень красиво с вашей стороны. Даже если у меня что-то есть, об этом обычно не говорят. Да, безусловно. Ну, в каком-то смысле, я испытываю те же чувства, что и Джесси. Джесси. Ну, в том плане, что я не хочу разрушать те отношения, которые у нас в троих есть. Ладно. Давайте вернемся к основной теме. У тебя есть мысли, куда бы Джесси мог справиться именно? Ну, есть догадка. Совсем недавно Джесси спрашивал у меня, где можно найти цветущие поблизости цветы белой маргариты. Я спросил у менеджера магазина, где я подрабатываю. И, похоже, они цветут возле входа в лесную зону парки и дирки. Лесная зона парка. Стоп, а разве та область не заблокирована? Запечатана? Ну да, я слышал об этом. Но, видите ли, Джесси у нас тот еще упрямый авантюрист. О, господи, его на верное уши там сожрали. Так что, я думаю, вполне вероятно, что он попытается как-то проскочить туда. Понятно. Но если он будет возле входа, то риск привлечь монстров не такой уж и большой, но все же. Если вы направляетесь в парк, то можно мне пойти с вами? Да, вы рассказали мне о том, что вы узнали от сестры и что вы узнали про Джесси. Но я все равно не получил ответ на свой вопрос, почему он решил вот так исчезнуть. И, честно говоря, я до сих пор это не понимаю. Поэтому я бы хотел спросить Джесси напрямую. Ну да, мы все-таки не сможем его заставить прийти сюда и сказать, если он не захочет. Ладно, я понял. Когда пойдем в парк, обязательно скажем тебе. Спасибо. Так, если вы хотите продолжить квест, поговорите с Рэмондом. Так, обратите внимание, что пока вы не выполните этот квест, вы не сможете попасть в парк. Ну, как бы мы собираемся идти туда сразу, не дожидаясь ничего. Вансан, вы готовы отправиться в лес? Парка. Да? Да, пошли. Может, сначала связаться с твоей сестрой еще? Да, думаю, стоит хотя бы ей сказать об этом, перед тем, как пойти. Рэймонд связался с Кэрол, которая все еще была на работе, но... В итоге они договорились встретиться с ней, когда у нее будет перерыв и направиться в парк. Интересно. Джесси. Значит, вот ты где. Бинго. Рэймонд. Вансан. Понятно, значит, ты попросил Вансана. И вот ты здесь. Попросил Вансана помощи, вот ты здесь вместе с ним. Да, вы действительно очень хороши в том, чтобы найти кого-то. Прости, просто выполняю запрос. Нам оставить вас? Нет, лучше останься с нами. Я думаю, что если мы останемся лишь вдвоем, Джесси попытается убежать. Ладно. Раз так говорит клиент, то останусь и посмотрю за вами. Перейду сразу к делу, Джесси. Почему ты решил вот так внезапно, не сказав ни слова, только оставив письмо... ...исчезнуть? Скажу тебе прямо. Я считаю, что это было очень подло с твоей стороны. Да, ты прав. Но я трус. Джесси. Ты был обеспокоен с тех пор, как понял чувства моей сестры, да? Нет, это не то, это совсем не то, Реймонд. Да, мне, конечно, действительно очень жаль. Насчет того, что испытывает КРЛ ко мне. Но не в этом причина, из-за которой я решил сбежать. Ребят, вы, я думаю, понимаете, к чему сейчас все идет. Вот как? Тогда почему? Ты помнишь тот разговор, который был у нас, когда мы приехали, выйдет? Да, как я могу забыть? Мы ведь обещали сохранить это в секрете, верно? Вы уверены, что нам можно это слышать? Я не против. Ты ведь не против, если мы будем открыто об этом говорить. Да. О том, как мы страдаем от безответной любви. Друг у друга. Пора уже все открыть. Действительно. Насколько я понимаю, твои чувства остались такими же, как и раньше, да? Да. Такие же. Однако, мое желание никогда не сбудется. Никогда в моей жизни. Потому что человек... Которым я испытываю чувства, это... Просто испытывать подобные чувства к подобным людям, это... Немного неправильно, наверное. И прежде всего, это лишь... Проблемы могут создать тебе. Джесси. Стоп. В смысле? Наконец-то он все понял. Да, похоже на то. Я понимаю, что ты не чувствуешь те же самые... Нет. Я понимаю, что ты не чувствуешь того же самого, поэтому я не хочу, чтобы ты... Успокоился об этом. Но, Рэймонд, я думаю, ты понимаешь, что я чувствую. И что это будет безответная любовь. И мое желание никогда не сбудется. О, боже. Да, ты... Конечно, прав. Понятно. Значит, все дошло до этого. Да, чувство людей. Коварная штука. Я не хотел разрушать дружбу, которая у нас сейчас есть. И, Рэймонд, я подумал, что ты чувствуешь то же самое. Однако вот с Кэрол все было по-другому. Моя сестра. Три дня назад она не сказала тут вечерком. Она сказала... Я понимаю твои чувства. Я сказал ей, что я ее ни в чем не ввиню. Ну, она ни в чем не виновата. Но даже тогда мне было... Тяжело от одной мысли, что я буду один. И все же я решил, вот, убежать. Рэйси. Думаю, ты сам все понимаешь. Что я больше, ну, никогда не смогу быть вместе с вами. Так, стоп, подожди. Кэрол. Сестра. О, ты наконец-то пришла. Я была... сбита с толку в какой-то момент и даже не знала, что делать, появляться или нет. Джесси, ты сказал, что нисколько не винишь меня, да? Но это я виноват во всем. Когда я узнал о твоих чувствах, я прямо... Я взяла и прямо рассказал тебе это. Да все нормально, Кэрол. На самом деле, сейчас я тебе даже очень благодарен. В конце концов, я знал, что рано или поздно это случится. Поэтому я даже рад, что ты ускорила это. Разве ты не согласен? Фу, ты не согласен? Джесси. Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, мне очень жаль, что я так долго молчал об этом. Ну, думаю, хватит об этом уже. И думаю, на этом мне пора идти. Стоит ли просто позволить Джесси уйти? Или, может, я могу что-нибудь сказать тоже? Что сказать, ребят? Как поступить? Как бы, сам вопрос Ивана, какие слова можно тут сказать? Первое. Убедить их, имеется ввиду Рэймонда и Кэрол, что они пожалеют, если позволят Джесси уйти. Второе. Поставить дружбу этих троих под сомнение. Ну, что скажете? Один или два. Ну, Салар, походу, второй это то, что ты хочешь. Не, ну, таких историй еще не было в Кисеке, кстати. По-моему, это впервые. Хотя, может, какой-нибудь сайдквест в арке Крусбелла или Либера есть, но безы. Так, один, один, один. Ну, ладно. Первый так, первый. Ребят, вы точно пожалеете об этом. Э? Ван Сан. Да, я понимаю. Но, но это лучший путь, по которому мы можем пойти. Ты серьезно думаешь, что это единственный лучший путь? Господи, вы же знакомы с детства. Вы же всегда так хорошо ладили друг с друга. Джесси, ты действительно хочешь, чтобы они оба не поняли тебя? Ну, да, точно, джесси. тесно говоря, я до сих пор в шоке от всего этого. Узнать про твои чувства. но, то, что я знаю о твоих чувствах, это не означает, что я чувствую себя оскорбленным тобой. вот что я чувствую. Вот что я чувствую по этому поводу. Рэймонд. Я понимаю, что, наверное, не в том положении, чтобы говорить это, но то, что я узнал о твоих чувствах, не изменило моих чувств к тебе. о господи. Потому что, Джесси, ты тот, кем ты есть. Я. Я. Ты должен был понять с самого начала, что твои друзья детства тебя поймут. Но вместо этого ты хотел попытаться бросить их и сбежать в новое место. Знаете, на самом деле, я думаю, что в западной версии этот квест могут нехило так зацензурить или вообще вырезать, потому что кое-кто будет недоволен, если обратить внимание на эту игру. Вернемся к тексту. Ты решил, что до тех пор, пока ты будешь единственный, кто испытывает сожаление. Все будет в порядке. Но ты должен был знать, что вообще твои драгоценные друзья будут испытывать такое же сожаление, как и ты. Ну. Как бы то ни было, я думаю, вам три им нужно хорошенько так побеседовать. Еще не поздно определиться, изменить свои выводы. Я согласен с ним, Джесси. Пожалуйста, Джесси. Как вы все можете быть так добры ко мне, какому человеку, как я. Но если вы двое так хотите со мной обращаться, саму собой, мне нет выбора, кроме как посмотреть правде в глаза. О! Джесси, спасибо. Ну, я рад, что мы смогли достучаться. Ну, а пока что, думаю, у тебя будет все хорошо. Да, и все это благодаря Вансану. Последние слова, которые вы сказали, тронули мое сердце. Ну, рад слышать. Я даже не знаю, как выразить свою благодарность. Ну, само собой, я без проблем оплачу за запрос. Нет, нужно разделить плату на три части поровну. Ну, как скажет сестра. Господи, вы никогда не меняетесь. вы действительно лучшие друзья детства. И таким образом запрос Реймонда был выполнен. после этого они вернулись в свой дом в старом городе. Ван Джудит продолжили свои дела. Ой, ребята, вы просто недооцениваете. Тут, смотрите, чувак скрывает свои чувства к другому парню, который не принимает их. за такой игре может влететь. Потому что что за фигня вы не показываете, что они все согласны. Так что, да. Как бы разрабы тут все правильно делают, но кое-кто подумает, что нет, это неправильно. Они должны тут, прошу прощения, пехаться. И в открытую все всегда говорить, а не скрывать. К сожалению, да. Солар, я очень надеюсь, что так все будет. Но просто были ситуации с другими играми. Ну, как бы то ни было, с этим сайдом мы закончили. И давайте сделаем перерыв. Продолжение следует.